Нижегородская, да и в целом российская металлургия совсем скоро выйдет на новый уровень. В Иксе будет построен современный экологичный электрометаллургический комплекс. Об этом было официально заявлено в рамках рабочей поездки в регион министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Новое предприятие, это проект «Эколанс» может обеспечить Выксунский металлургический завод и другие предприятия страны высококачественными заготовками. А инновационные экологичные технологии позволят заметно сократить выбросы в атмосферу углекислого газа. Общий объем инвестиций в проект объединенной металлургической компании около 150 миллиардов рублей. Открытие намечено на 2025 год. Знаковый уникальный проект вообще в мировой металлургии. Это будет самый современный завод в мире с возможностью перехода на нулевой углеродный след в случае перехода на водородное обеспечение производства. В случае, если это будет газовая обеспеченность, то технология предполагает на 70% меньше выбросов СО2, чем при традиционной технологии. Ну и наконец-то в Нижегородской области появится металлургия полного цикла, который у нас никогда не было. Мы встанем в ряд нескольких регионов в стране, где есть собственный металлургический завод. Для нас это действительно и прорыв, и настоящий огромный успех. Мы, конечно, ОМК здесь тоже очень благодарны за это и гордимся, что мы такую степень уверенности даем коллегам, чтобы такие проекты начинать. Потенциал нижегородской промышленности по-прежнему отмечается на федеральном уровне. Несмотря на кризис, санкции и пандемию развития есть. Нижегородские предприятия модернизируются и реализуют инвестпроекты с хорошей динамикой. Этому во многом помогают льготные займы. Они идут по линии фонда развития промышленности. Нижегородская область входит в десятку регионов, чемпионов по привлечению займов из фонда развития промышленности. В первую очередь федерального. Общий объем предоставленных льготных займов составил более 6 миллиардов рублей. Это 27 проектов, 17 которых уже реализованы и функционируют. Посещая Выксунский металлургический завод, Денис Мантуров смог познакомиться и с проектами других нижегородских предприятий. Экспозицию развернули на одной из производственных площадок. К примеру, завод «Красная Сорма» презентовал свои проекты в части судостроения. Это про Мустайка Рим, первое за 60 лет пассажирское судно, построенное в России. Это про самую длинную серию сухогрузных судов проекта РСД-59. Мы рассказывали о наших успехах в плане операционной эффективности, в плане роста труда, который у нас за три года, грубо говоря, составил 124%. Дзержинский научно-исследовательский институт «Карбамида» успешно реализует проекты 3D-моделирования и проектирования заводов в сфере газохимии. Спрос есть. Все последние проекты, реализованные в России, у ведущих производителей минеральных удобрений «Акрон», «Еврохим», «Фосагра» осуществлялись в том числе с инженериковой поддержкой от нашей компании. Свои достижения в части выпуска рециркуляторов продемонстрировал Нижегородский завод имени Петровского. В целом экспозиция получилась насыщенной. Денису Мантурову показали, как будет благоустроена Нижегородская ярмарка. Проект масштабный. В планах создать парковую и выставочную зоны одновременно. И здесь заметную финансовую помощь оказывает Объединенная металлургическая компания. В завершении рабочего визита в регион Денис Мантуров отметил, поддержка со стороны Федерации Нижегородскому промышленному комплексу будет оказываться и впредь. Сергей Щеплягин, Владимир Гайдай и Александр Фомин. Время новостей.